Добрый день, дорогие мои друзья и гости моего канала. 4 марта сегодня, воскресенье. Вот накрутила 24 стаканчика при помощи вот этого приспособления. Кто не видел, видео раньше я выкладывала. И сегодня хочу провести черенкование герани. Зимнее черенкование герани мне не понравилось. Природу все-таки не обманешь. Вот сейчас покажу. Помните, я выкладывала видео о зимнем черенковании? Много черенков я сажала, но вот только эти живы, но очень плохо развиваются. Не понравился мне метод в зип-пакетах, но не знаю, может быть еще и зима виновата в этом. Хочу посадить своим способом, который я уже проверяла не один раз. А это вот посмотрела, захотелось в зип-пакетах сделать. Сегодня буду сажать так, как я в прошлом году. В прошлом году я делала вермикулит, мне очень понравилось. Но сейчас вермикулита нет, поэтому буду применять кокосовый субстрат. Герани моя опять разрослась. Можно ей стрижку делать. И также по той же схеме я в этом году делаю простым способом. Но единственное, что хочу все-таки кокосовый субстрат, так же, как вот рассаду я сейчас сажаю, точно так же хочу кокосовый субстрат положить в центр стаканчика. Вот он такой влагоемкий, воздухопроницаемый, и я так думаю, что корешкам будет хорошо в нем. Сейчас пойду настригу герани и дам ей полчасика-час подвянуться, чтобы сосудики ее немножечко подзатянулись. Мариша с канала Дела Садовые. Вот твоя принцессочка. Не сильно выросла? Ну, так она неплохая вроде бы. Вот взяла с нее сейчас два череночка. Буду укоренять. Ну, красивая она. Вот такая. Сейчас весна пойдет расти хорошо. Значит, полчаса прошло. И я начинаю высаживать. Значит, так. Опускаю. Так вот, корневин. Опустила в корневинчик и туда обжимаю. Намочила в корневинчик и в бронт. Так, это вот две принцесски у меня. Вот это две розы. Две белые с веточкины. Света, твои укореняю. Беленькие. Уже скоро зацветут. У меня бутонов выпустили. Море. Хороший такой пустик получается. Так, вот два беленьких. Здесь будет. Так, а это, которые череночки я в санатории почикала розочками. Малиновые. Ну, красивые. Необыкновенно красивые. Хочу их развести побольше. Не знаю, что за сорт. О! Два не подготовила. И потом поливаю. Хотя, грунт влажный, но все равно полить надо. Укрывать не буду ничем. А в этот контейнер все розовые подготовила. Вот такие небольшие череночки. Нравится розовая геранька очень. Красной у меня много, а розовую хочу побольше развести. Совсем недавно я эту гераньку подстригала. И вот сейчас она у меня начинает зацветать. Вот такие великолепные белые цветочки. Герань быстро наращивает стебелечки. И вот я сегодня опять почикала. Несколько. Вот. Набрала водички. Надо, чтобы стакан был непрозрачный. Желательно. Беру корневин. Вот так. Немножечко. Размешиваю. И ставлю. Два часа у меня череночки подсушивались. И буду добавлять по мере появления черенков. Буду сюда в этот стаканчик. Добавлять. Вот такой еще вариант размножения. Просто в воду ставим. Ну вот я решила корневин еще добавлять. Посмотрим, что получится. Герани-то у меня много. Но белая мне вот эта нравится очень. Светочка, спасибо тебе огромное. Это твоя гераничка. Тут надо ее будет подкормить, раз она от цветочков столько выбросила. Надо будет подкормить. Забыла сказать. Желательно сажать все-таки в широкий горшок. Посмотрите, какая великолепная геранька получается. Этот кустик я высажу в грунт, а с него начекаю черенки и в маленькие горшочки. Так и происходит омоложение гераньки. Чудо. Нитрамофоску разведу. Где-то чайную ложечку на ведро. Небольшую дозировочку сделаю. И подкармливаю ее. Ну, всем пока-пока. Благодарю за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если понравилось мое видео. Комментируйте. Делитесь с друзьями. Не забудьте включить колокольчик. Так вы будете всегда в курсе моих новых видеороликов. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Пока. Пока. Продолжение следует.